Самыми тяжелыми последствиями коронавируса могут быть повреждения головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома, заявил вирусолог Максим Щеленков, пишет издание «Вечерняя Москва». По его словам, у 80% переболевших проявляется так называемый нейроковид. Что это такое? Какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом и что делать, если волосы выпадают, а нервы шалят, выясняла Наталья Бакерина. Наташа, звучит все как-то очень страшно. Расскажи, что такое нейроковид? Это последствия коронавируса. На первой стадии его может пропасть обоняние и вкус, а на второй функциональные нарушения могут возникнуть. Например, такие как расстройство сна, психические панические атаки, депрессия, повышение уровня тревожности. Очень большой список. Это все психические расстройства? Именно так. Врачи после перенесенного коронавируса советуют пройти диспансеризацию, чтобы посмотреть, в каком состоянии организм. А вообще есть явные такие звоночки со стороны нервной системы, когда нужно срочно бежать к врачу. Об этом мне сегодня рассказал психотерапевт из Москвы. К ним, особенно у детишек, относятся судорожные синдромы. И если возник судорожный синдром, значит вы немедленно набираете две заветные циферки 0,3. И второе, что встречается и у детей, и у взрослых, встречаются еще эпизоды помрачения сознания, так называемые делирии. Начинаются они, как правило, в вечерние часы, возникает спутанное сознание, возникают иллюзии, как правило, устрашающего характера, зрительные обманы восприятия. Есть еще симптомы, например, если человек прочитал страницу в книге и тут же забыл, о чем она. Ну или, например, он положил куда-то какую-то вещь и тоже забыл, куда. Ну или, например, у него нарушение сна, такие как бессонница или, например, наоборот, избыточная сонливость. Кстати, психологическую реабилитацию после коронавируса спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить в ОМС. Сейчас сенаторы как раз прорабатывают этот вопрос. Процитирую Валентину Матвиенко. Оказание такой помощи очень важно. Посмотрите, очень многие резонансные преступления совершаются людьми с нарушенной психикой, и мы не можем этого не учитывать. Конец цитаты. Наташа, я еще услышала, что бывают серьезные проблемы с волосами после коронавируса. Так ли это? Да, именно так. Проходит пара месяцев после перенесенного ковида, и волосы начинают выпадать. То есть, если это произошло, давай послушаем, что говорит врач. А вообще, это не всегда связано с коронавирусом. Помойте голову, хорошо вычистите волосы. Через 2-3 часа возьмите ваши волосы вот так вот в кучок и проведите пальцами. Посмотрите, сколько у вас волос осталось на пальцах. Если их 1, 2, 3, это вариант нормы. Это физиологическое выпадение волос, потому что волос у нас имеет совершенно разную пазу роста, и это нормально, что волос выпадает. Если вы между вашими пальчиками видите 4 волоса и более, это уже говорит о патологическом выпадении волос. И я очень рекомендую в этом случае посетить врача-трихолога, либо врача-дерматолога. Ну и, соответственно, лечение назначает врач-трихолог или дерматолог в зависимости от ситуации, конкретно индивидуально. Ну и со стороны легких могут быть серьезные проблемы. Это тот орган, который часто принимает на себя коронавирусный удар, появляется одышка, человек не может пройти 100 метров и задыхается. Давай послушаем врача, что делают в такой ситуации. То есть это физические упражнения в основном. Проходят они специальными курсами, то есть начиная с крупных мышц, заканчивая уже дыхательными упражнениями. Все постепенно делается, чтобы наладить всю работу и дыхательной мускулатуры, и легочного аппарата. И, кстати, новый штамм омикрон, с которым сейчас борются медики всего мира, он может привести еще и к потере слуха. Об этом заявил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Вирус попадает в организм через носоглотку и атакует слуховые трубы. В итоге пациент слышит свой голос как бы внутри своей головы, как бывает, если заткнуть уши ладонями. В общем, остается только надеяться, что омикрон не мутирует до способности поражать слуховой нерв. А вообще из рекомендаций всех врачей, они советуют после коронавируса перенесенного правильно питаться, заниматься лечебной физкультурой и полноценно хорошо спать. Тогда это может облегчить состояние. Наташа, напугала ты, конечно, но было много полезной информации. Спасибо, мы продолжаем.